Тренды 2020 Тренды 2020 Тренды 2020 то мы понимаем то, что они когда-то вот придумали, по сей день у них каждый год у них есть такая одежда, например, какой-то силуэт, либо твидовые пиджаки, вот эта вот ткань, гусиная лапка и так далее. Вот, это все мы будем видеть и по сей день, потому что, в принципе, за это узнали бренд, за это полюбили, он стал, ну, очень популярен во всем мире. Если, например, сейчас бренд Chanel вообще совершенно начнет делать что-то иное, то, что вообще не похоже на них там, или, не знаю, в стиле ватман, или еще что-то, то, понятное дело, не все это поймут и так далее. Конечно же, есть бренд, есть имя, есть какая-то уже любовь к нему, но, опять же, например, бренд Chanel, как по мне, это такой он больше возрастной 30+, для каких-то уже таких уверенных женщин, которые могут себе позволить, потому что бренд небюджетный, вот. Далее, конечно же, один из еще появлений этих трендов, это, опять же, вот эти вот агентства, которые могут вообще ездить по всему миру, вдохновляться даже просто культурой, эстетикой, людьми, кто-то, знаете, какой-то необычный стрит-стайл, городские люди и так далее, как-то кто-то необычно одет, выглядит. И этим тоже можно, по сути, вдохновиться и сделать потом какую-то коллекцию, мутборд, калаш и так далее. Вот. Также могут вдохновиться спокойно, например, даже ситуация, как бы, например, грустно не звучала, например, где-то происходит война. И мы видим, что, например, в магазине есть какая-то вот такая вот военная эстетика в одежде, там есть, например, грубые ботинки, накладные карманы, мартинсы, вот это вот хаки, все цвета бежевого оливки и так далее. По сути, если укубиться и посмотреть, то это, ну, та же военная форма. Все тренды, на самом деле, цикличны, и вся мода, рано или поздно, возвращается. Поэтому все, что мы когда-либо уже видели, это все через время опять будет, потому что заново придумывать велосипед, на самом деле, нереально. Вот. И поэтому все, в принципе, возвращается. Мы сами смело видим в магазинах, например, что возвращаются там 70-е, 80-е, 90-е. Вот. Но, опять же, это не значит, что мы там достали вещи, знаете, из чулана наших родителей, бабушек, дедушек. Нет, это значит, что вещи все равно немножко переделаны на новый лад, знаете, больше они какие-то современные, интересные и так далее. Вот. Ну, давайте с вами все-таки разберем, какие же у вас тренды в этом году, на что стоит посмотреть. Я, на самом деле, проанализировал уже не первый год, смотрю на все эти тренды, различные показы, различные статьи и так далее. И многое нужно фильтровать через себя. Потому что то, что она показывает на показах, это иногда очень гиперболизировано, очень как-то вот фэшн и так далее, потому что, ну, на показе нужно привлечь внимание. Это в первую очередь шоу. И там, знаете, могут идти, а там какие-то руки волочиться, какие-то перья, шляпы, цветочки, ну, какие-то очень все может быть такое нестандартное. Оно для жизни, для обычной, не подходит. Но для этого сферы моды тоже нужно понимать, что некоторые вещи, они останутся в этой сфере моды, на каких-то съемках, показах, журналах, но ни в коем случае не попадут в реальную жизнь, потому что это носить невозможно. Вот. Я как раз-таки тоже это учел и буду рассказывать именно те тренды, которые на самом деле актуальны, мне кажется, сегодня, завтра, через год, через пять лет и были актуальны и в прошлом. Нужно начать с того, какой у нас цвет в этом году актуален, моден и современен. Есть такой сайт, он называется Pantone, который нам каждый сезон говорит, какие цвета у нас в этом году будут актуальны, современные, какие у нас вообще в этом году будут цвета модные. И два таких цвета, это желтый и серый. Здесь я вот прикреплю картинки, вы можете посмотреть. Помимо них еще, конечно же, есть другие цвета, очень актуальны. Пастельная гамма, это нежно-фисташковый, розовый, сиреневый, лавандовый, вот такие вот все оттенки. Конечно же, яркая, ну, конечно же, яркая палитра тоже не достает, очень популярные цвета, яркий, насыщенный, ярко-красный, желтый, фиолетовый, оранжевый, это прям вообще на пике, ну, малиновый и так далее. Также мне очень сильно нравится тренд на цвет синий, прошлогодний, это вообще очень классно. Тренд синий очень классно смотрится, и с каким-то ярким неоновым, зеленым, и с оранжевым, и с красным, ну, в принципе, много разных вариантов, которые можно обыграть синим цветом, поэтому присмотритесь к этому цвету, он очень круто обыгрывает, и, знаете, ставит образы на какой-то новый уровень. Кожа просто, я вот сегодня вам, кстати, в таком тоже трендовом кожаном пиджаке, кому, кстати, интересно, это пиджак Zara мужской, футболка H&M, вот, очень крутой пиджак, я его выходил на скидках, я на него смотрел еще, когда он был в новой коллекции, вот он реально, это покупка, знаете, на долгие года, потому что это, по сути, и базовая модель, и тоже имеет каждый год кожа, это уже как тренд. Поэтому различные виды кожи, ну, чем она будет проще, например, знаете, какая-то черная, может быть, какая-то кожаная куртка, пиджак, платье, юбка, не знаю, сумка, все что угодно вообще из кожи, кожа это вообще, она вне времени, она всегда актуальна, всегда модна, современна и интересна. Поэтому покупка из кожи, это вообще первая должна быть у вас стоять. Вот, опять же, сейчас, конечно же, есть такая тема, что там не убивать животных и так далее, я это все понимаю, конечно же, да, например, это не настоящая кожа, это кожа замыта, этот пиджак, но у меня есть, например, кожаные вещи. Но, опять же, я никогда не шел именно покупать это в магазине, я это, знаете, покупал, возможно, где-то на секонд-хенде, либо с рук. И мне кажется, когда ты покупаешь так, то как бы, ну, уже явно животное новое не пострадает, когда-то давно, да, конечно, это было, но я, например, не даю деньги в магазины, которые, например, у нас сейчас находятся в троговой центре, и тем самым их на это, ну, когда ты получаешься, платишь им деньги, тем самым ты им даешь стимул, знаете, убивать новых животных и делать новые вещи. Поэтому вещи, которые уже БУ, секонд-хенд, стоки и так далее, я к этому нормально отношусь. Просто, понимаете, кожа, это та, которая вещь, это вы купите, и это вам не на один сезон. Тем более, в каком возрасте, когда вы уже выросли, знаете, и не надо покупать, он на вырос, не думает, вы поправитесь или нет. Вот. Тогда реально это хорошее вложение, и это не на один год, и не на два, и даже не на пять. У меня, моим кожанкам, ну, погода на 4-5 уже точно есть. Окей. Дальше. Это деним. Опять же, деним, он тоже вне времени. Он всегда актуален, всегда моден, современен. Опять же, что-то может меняться с сезоном. Знаете, например, в этом году у нас актуальные, там, узкие джинсы, потертые с дырками. Там, в следующем году, например, широкие, объемные, нейтральные. Там, в следующем году еще какие-то. Но, в целом, любой деним, чем он проще и лучше, такой, знаете, вот хороший, правильный, такой качественный деним, как бренд Папер Левайс выпускает, такой, как был в 90-х, знаете, у наших родителей и так далее. Вот тогда реально делали хорошие, прочные такие джинсы, качественные. Не то, что сейчас, знаете, такое в бешке, через неделю уже между ног протерлось и так далее. Вот такой деним, он будет актуален. Поэтому выбирайте деним без потертости, без дырок, без каких-либо полосочек, чтобы он не тянулся и так далее. И чем он будет проще, тем он будет вам дольше служить. Это может быть на любую вещь. Это может быть джинсовка, джинсы, юбка, платье, тренч. Это все, что угодно из денима. Дальше, опять же, по моим наблюдениям и по моему, знаете, критерию трендов, это различные принты. Принты, они из года в год у нас на каждом сезоне, на каждом показе, они каждый сезон в тренде и так далее. Тем более, такие принты, как цветочный принт, клетка, горох, полоска, анималистичный принт, животный. Эти принты, они вне времени. Опять же, они могут немножко меняться, но и опять же, если вы будете брать эти все принты ближе к натуральным, например, там, цветочные, либо животные, тем они вам дольше прослужат. У меня есть, например, тоже некоторые вещи такие акцентные, там, рубашки в зебру, рубашка в леопард. И это вообще вне времени, она очень акцентная. Она именно из правильного такого принта. Вот, она мне очень нравится, и я ее уже ношу несколько сезонов. Просто, да, бывает, что в магазине, бывает такое, знаете, что вещи становятся антитренд, уже очень надоело, когда просто в магазине этого, ну, перенасыщение идет, и эти вещи в ужасно плохом качестве, в ужасно плохом исполнении. Понятное дело, что они быстро выходят из трендов и становятся неинтересны. Алия бермуды. Что такое вообще бермуды? Помните, у нас было очень актуально килоты, такие вот штаны чуть ниже колена и так далее. Вот, но килоты, это была такая, мне кажется, неудачная модель, потому что она мало кому и шла, коротила рост и так далее. Но вот бермуды, это вообще, это новый must-have. Что же это такое? Это, например, если вы возьмете классические, такие объемные штаны и, грубо говоря, их обрежете по колено. Вот, это и называется бермуды. Вот такая вот у них длина, где-то примерно по колено, чуть-чуть ниже, выше, ну, где-то в этом диапазоне, смотря какая модель. Вот, и это вообще очень классно. У меня уже в этом году были, зимой, летом у меня были такие, я их вообще отлично под все носил, нигде не пережимают, не жмет. Вообще сейчас тренды, мода на объемные вещи, чтобы, знаете, нам было комфортно в них в первую очередь, а не дискомфортно. Когда, например, где-то нас сдавливают, ущемляют, конечно же, нам в этом всем дискомфортно. Когда вещи объемные, нам в этом хорошо ходить, комфортно, классно и стильно. В принципе, мне кажется, тренд 21-го года, это как раз-таки на вот эти вот объемы, вещи такие образцают, широкие, свободные, летящие и так далее. Поэтому бермуды обязательно заведите. Дальше высокие сапоги, ботфорты, ботильоны и так далее. Тоже очень люблю эту овуф, обожаю, советую всем клиенткам и у себя использую на съемках. Вообще они мне очень нравятся. Вот. Опять же присмотритесь к разным. Есть сапоги-трубы, есть сапоги низкие, высокие. Главное, правильный выбор вот этих вот ботфор, ботильон высоких, чтобы они были выше колена. Вот. И желательно такие повыше, буквально там, где у вас бы заканчивались шорты. Вот. Потому что такая длина, она идет абсолютно всем, она не режет рост, она выглядит хорошо и классно. Потому что ниже можно, конечно же, прогадать и можно себе очень хорошо так укоротить рост и сделать, вы знаете, приземлить немножко к низу. Далее у нас акцент на плечи. Очень актуально. В принципе, половина тренда у нас перекочевала еще с прошлого года. И вот эти вот объемные рукава-фонарики, рукава-гуфы, это были они везде, на платьях, на пиджаках. Сейчас, на первых, очень актуальны пиджаки с такими прям огромными вот такими вот плечами. Вот. Поэтому тоже присмотритесь к такому тренду. Все различные кроп-топы. Девочки, близится весна-лето, поэтому слить из-за фигуры и будете в тренде, потому что кроп-топы, они вообще идеально смотрятся, когда джинсы, например, что-то с высокой посадкой, либо какая-то юбка, и, например, у вас какой-то кроп-топ. Это может быть и кофта, и худи, и просто топ, но желательно, чтобы он был укороченный. Это вообще очень красиво, и многие звезды уже используют этот тренд. Также тренд на тотал луки в одном каком-то оттенке. Это может быть монохромный образ такой и так далее. Вот очень у нас, мне кажется, взорвал прям бежевые оттенки в вещах, такие бежево-коричневого, гамма и так далее. Вот она прям у нас вообще взорвала, мне кажется, вот очень-очень сильно с ней поигрались Ким Кардашин и Канни Вест вот из их коллекции одежды, и реально просто весь мир помешался на бежевом оттенке, и сейчас это очень-очень красиво, модно и современно. Но, опять же, в этом году, мне кажется, бежевый будет заменять новый серый. Это, знаете, такой новый черный, это такой серый, красивый графитовый оттенок в разных его исполнениях, в разных оттенках и так далее. Но черный, мне кажется, это вообще классика на все времена, поэтому вещи в черном цвете, это могут быть лично ваша база, которая будет всегда вам хорошо служить долгие годы. Эти тренды отфильтровал и выбрал самые, мне кажется, которые больше популярные, самые, которые подходят всем и так далее. Знаете, чтобы не было вот просто тупого, да, и так далее. Поэтому, если вам интересно, мне было бы очень приятно, если бы меня поддержали, поставили бы лайк, возможно, отрепостили, рассказали, подписались на меня в Инстаграм. Но вообще хочется от вас, знаете, обратной связи, потому что это очень сильно мотивирует снимать дальше какие-то вообще в целом видео, потому что, знаете, на такой, какой-то минимальный ролик уходит, мне кажется, целый день подготовки, очень много сил, нервов и так далее. Поэтому хочется, чтобы вы это, знаете, все видели, ценили, уважали и оставляли свою какую-то обратную реакцию. Напишите мне еще, возможно, у вас есть какие-то идеи, и что бы вы хотели видеть у меня на канале, мне тоже это было приятно. Спасибо вам большое, всем пока и будьте стильными! Субтитры сделал DimaTorzok